Привет, мобильные геймеры! Скучали? Вы могли подумать, что Фликер ушёл в самоизоляцию и перестал трудиться? Но, уверяю вас, это не так. В мире мобильного гейминга всё бурлит и пенится. Новости сменяет одна другую. Выбирать из них самое важное и интересное. Вот чем ваш покорный слуга занимался в ближайшее время. А посему устраиваемся поудобнее и мы приступаем начинать. Пойду перехвачу бургер. Marvel Games вместе с Netmarble анонсировали свою мегаэпичную RPG с открытым миром. И есть некоторые подозрения, что Геймлофт готовит продолжение Гангстар. Движок Юнити обзаводится искусственным интеллектом. Юбисофт заново изобретает роллербол. А маньяки из Dead by Daylight скоро посетят ваши мобилки. Это и многое другое уже буквально вот прям сейчас. Я принесу попкорн! Мир изменился. Могущественные боги подались порче ящика Пандоры и все светлое и прекрасное находится на краю гибели. Кто сможет собрать вместе великих ангелов и дать отпор павшим титанам? Кто сможет выступить против бесконечных сил тьмы? Ступай вечную битву добра со злом в новой браузерной MMORPG от Yuzu Games. League of Angels Heaven's Fury это первая MMORPG в серии Лиги Ангелов. Открой для себя открытый фэнтезийный мир, где ангелы ведут непрерывную войну с жестокими демонами. Познакомься с местными обитателями. Изучи историю этого огромного сказочного мира. Выбери одного из трех великих героев. Маг, Арчер или Драгун. Каждый обладает своими уникальными способностями и тактикой. Проходи сюжетную кампанию или устраивай сетевые замесы в ПВП на клопальном сервере. Раскачивай своего персонажа, участвуй во временных внутриигровых событиях, а также собирайся с друзьями в рейды на могучих боссов. За все это ты сможешь получить великое оружие, броню, маунтов, крылья и многое другое. Для скорейшего и более эффективного умерщвления врагов есть возможность призвать на свою сторону ангелов света или тьмы. Ну а для тех, кто хочет быстро и без труда прокачаться, есть возможность автоигры. Современная графика обеспечит прекрасную и яркую картинку, а красочные спецэффекты превратят поле боя в буйство красок. И все это сумасшествие прямо у тебя в браузере. И более того, игра абсолютно бесплатна. Достаточно иметь крепкий интернет. Включайся в битву между светом и тьмой в League of Angels Heaven's Fury. Ссылка в описании. А ты запомни. Ты ничего не видел. Ну а мы переходим к новостям. 1 марта на выставке Pax East 2020 была анонсирована первая мобильная RPG в открытом мире. Marvel Future Revolution стала результатом работы двух компаний Netmarble и Marvel Games. Как уже ясно из названия, события игры будут происходить во вселенной комиксов Marvel. И событий этих обещает быть достаточно. Судя по трейлеру, который вы можете глянуть на ютубах, игрока ожидает коллапс мультивселенского масштаба. Множество параллельных реальностей столкнулись, породив супер-проблемы с супер-монстрами и не менее супер-злодеями. Разбираться со всем этим бардаком придется, конечно же, нашим любимым супергероям Marvel. Забавное наблюдение. В сопряжении параллельных миров это неплохой сценарный ход, что дает обосну и множеству раскастомизированных Человеков-пауков, Капитанов Америк и прочих суперов, шныряющих по игровому миру. За сценарий, кстати, отвечает Марк Саммерак, который приложил руку к комиксам по Мстителям, Тору, Фантастической Четверке и прочим. Особых подробностей по геймплею будущей игры нет. Известно, что это будет RPG с открытым миром. Про качка, рейды, боссы, ПВЕ и ПВП неизвестно, но, думаю, куда без этого. Основной фишкой разработчики считают открытый мир с как знакомыми локациями, так и с теми, что ни разу не встречались ни в фильмах, ни даже в комиксах. Ну и, конечно же, обширная кастомизация. Разрисуй своего героя в меру своей распущенности и вперед на подвиги. Кстати, о героях. На старте будут доступны Человек-паук, Капитан Марвел, Доктор Стрэндж и Капитан Америка. Остальных подвезут позже. Что касается даты выхода, то пока никаких данных на этот счет нет. Но я слежу за этим внимательно. В сети появилась информация о том, что геймлофт готовит новую игру с тачками, перестрелками и джетпаками. Никаких официальных данных пока нет, но, судя по источникам, это будет либо продолжение, либо ответвление игр серии Гангстер. Есть название грядущего проекта Gang Domination. В описании говорится, что события игры будут разворачиваться в Нью-Йорке 2029 года. Главный герой – криминальный авторитет, что проворачивает свои темные дела на улицах города. В открытом мире игрокам представятся впечатляющие свободы действий. На одной локации смогут находиться до 10 человек одновременно. Завезут режим Battle Royale, командный дэдматч и все против всех. Есть даже предположение, что это будет Watch Dogs на минималках, с роялем и донатом. Но, как я уже сообщил, никакого подтверждения или опровержения этой информации от самих геймлофтов нет. Это всего лишь слухи и утечки информации, так что будем посмотреть. Unity Technologies приобрела компанию Automatics. Вы спросите, что такое Unity? А я отвечу, это всего лишь один из самых популярных движков в игровой индустрии. А что такое Automatics? Всего лишь компания, производит продукты для создания 3D-контента, основанные на искусственном интеллекте. На данный момент самым продвинутым детищем этой компании является ArtEngine. По словам Брета Биби, директора по продуктам Unity Technologies, ArtEngine помогает игровым студиям создавать реалистичный контент для консолей следующего поколения и добиться более качественного изображения для студий, работающих с визуальными эффектами. А также может обеспечить одинаково впечатляющие результаты для креативщиков, работающих в других отраслях. От автомобильной промышленности и архитектуры до розничного маркетинга. Главный вопрос, что это дает нам, мобильным геймерам? А то, что у движка Unity появится модуль искусственного интеллекта, способный помочь начинающим и не очень художникам создавать свои проекты быстрее и, самое главное, качественнее. Кстати, о проектах на движке Unity. Riot Games занимается разработкой Legends of Runeterra и League of Legends Wild Rift, подумали, что неплохо было бы перенести сие творения на различные платформы, в том числе и на мобилки. Так можно и игроков порадовать, да и деньжат срубить. Но случилась проблема. Движок, на котором создаются данные проекты, как бы так сказать, не может мультиплатформинг. Поэтому для решения данной проблемы было решено задействовать движок Unity, известный своей гибкостью в оптимизации игр для разных платформ. Немного о самих играх. Legends of Runeterra это обычная карточная игра наподобие Hearthstone, Zelda Scrolls Legends или Gwent. Картинка красивая, анимации сочные, звук приятный. Выбираешь своего чемпиона, комбинируешь карты, применяешь изощренные тактики, громишь соперников и злобно хохочешь. Всем картежникам добро пожаловать на бета-тест. Или дождитесь выхода игры, который произойдет 30 апреля этого года на ПК и мобилках. Второй проект League of Legends Wild Drift это перенос одноименной мобы игры 2009 года на мобильные устройства и консоли. Кто не в курсе, мобы это игры типа Тота. Ребята из Riot Games немного подкрутили графон, дорисовали анимации и подправили баланс. Предварительная регистрация уже доступна в Google Play. Выход игры запланирован на конец 2020 года. Ubisoft замутили новую спортивную PvP-дисциплину. Roller Champions игра, где игроку предстоит принять участие в соревнованиях будущего. Правила просты. Две команды по три игрока, замкнутая овалообразная арена, ворота, мяч. Задача команды простая и прозаична. Закинуть мяч в ворота. Но не все так просто. Ворота открываются только, когда команда проедет хотя бы один круг, не потеряв при этом мяч. А потерять его можно без особых проблем. Неточный пас другому игроку или левый хук от соперника быстро передадут преимущество вражеской команде. Если же вы смогли прокатить с мячом один круг и попасть в ворота, вам начисляется одно очко. За два круга три очка. За три круга пять очков. Но если мяч попадет к сопернику, накручивай круги по новой. Матч завершается по достижению пяти очков. Сражайся с другими игроками, ботов в игре нет, увеличивай количество фанатов на арене и становись убер-мега-суперзвездой. А также получи новые шмотки, движения и прочие плюшки онлайн-игр. Roller Champions будет доступна на ПК, консолях, Nintendo Switch и мобилках. Официальная дата релиза не анонсирована, но юбики говорят, что выпустят игру до конца 2020 года. Свершилось! Внимание всем любителям хорроров с участием маньяков и тупых подростков. Dead by Delight Выходит на мобильных Android и iOS-устройствах. Попытаться удрать от психа или вешать глупых студентиков на крюк можно будет с 16 апреля. Для тех, кто последние два года провел в танке, сообщаем, что Dead by Delight это многопользовательский онлайн-хоррор-экшен с асимметричным геймплеем, вышедший аж в 2016 году. Суть игры в том, что четверо игроков становятся беззащитными жертвами. Их задача — вырваться из убежища сумасшедшего маньяка, запустив пару генераторов, открывающие главные ворота. Другой игрок выбирает роль одного из нескольких убийц. Его же задача — поймать жертв и насадить их на крюки. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями, влияющими на геймплей. Там даже есть кожаное лицо с бензопилой. Классика. За предварительную регистрацию разработчики обещают интересные плюхи. Быстро новости. Беседка анонсировала игру по всем известной вселенной ретро-футуристического пост-опока Fallout Shelter Online. Официальной даты выхода пока нет, но в филиппинском App Store стоит дата 13 мая 2020 года. Вышла очередная мобильная игра по сериалу «Игра престолов» под названием Game of Thrones Beyond the Wall. Лупим белых ходоков и одичалых в пошаговых боях. На официальном сайте Xbox объявили дату выхода Forza Street. 5 мая 2020 года. А всем, кто скачает игру в течение месяца после релиза, отсыпят немного внутриигровой валюты и редкий Forge GT 2017 года. Ну а теперь рубрика «Апдейт». В девятый асфальт завезли новые события и достаточно популярный способ забрать еще немного ваших денег. Пропуск легенды. Появились так называемые сезоны, и первый из них наш любимый чердак игр посвятил марке Porsche. Два события будут Grand Prix, где вы будете бороться с другими гонщиками за ключ от новой тачки. А в другом специальном событии есть шанс получить неплохой автомобиль B-класса Porsche Carrera GT. Что касаемо пропуска легенды, 749 рублей, на мой взгляд, дороговато. Вот 369 рублей было бы норм. Более подробно о нем я рассказывал в своем ролике, где помимо эмоций был и подсчет того, что мы получаем. Кому интересно, ролик вы найдете в подсказках. В Call of Duty Mobile стартовал пятый сезон под эпичным названием Стальной Легион. Почему стальной? Да потому что теперь вы, купив этот пропуск, получите робота Риппера, который имеет уникальную способность умирать от одного удара ножа. Конечно, помимо его вас ждет еще масса наград, новые режимы игры, новые карты Meltdown и обновленный магазин для тех, кому некуда девать свои кровные. Пропуск все так же по вполне адекватной цене в 360 ЦП. В мобильную Injustice 2 добавили еще одну участницу отряда самоубийц. Чаровницу. Она будет наделять команду способностью красть силу у противников за счет дальних атак, а также при проявлении стойкости критическим атакам будет активно исцеляться. Эти эффекты будут работать только с персонажами из отряда самоубийц. Найти Чаровницу и ее снаряжение вы сможете в магазине в сундуках, естественно, за самоцветы. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Следите за новостями, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, дабы не пропустить свежачок, ставьте лайк и загляните в группу ВКонтакте, там тоже есть много чего по мобильным играм. Ну а я самоизолируюсь до следующего выпуска и вам того же советую. Следите за здоровьем, мойте руки и поменьше вылезайте из дома. С вами был Фликер, мобильный геймер, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok